Уж уже 4-й год запар на Кобрыншине ладится свято-традиционной культуры. Одна из основных методов таких мероприемствов – это выхование человека, великого духовного потенциалу, который пометал бы свои каранья из надеи, глядя в будущее. Сегодня год юбилейный, поэтому 20 лет со дня ратификации Европейской культурной конвенции Совета Европы. Поэтому 50 государств, в том числе и Беларусь, в Веросневские дни ладят разные мероприемства по традиционной культуре. Треба зазначить, что тема в Беларуси в этом году отзначена как нематериальная историко-культурная спадщина, ахова, супрацовничество и переемность. Кали говорить про аховуды, треба сказать, что кожный человек повинен ведать свою историю, бо без минулого нема будущего. Кали мы говорим про супрацовничество, то я с задавальнением сегодня кажу, что у нас, у гостях, на нашем святое будут сегодня примать удел польские сябры. Это чудовные ансамбли Маланка и Хутор беларуской нашей дыяспоры у Польши. Гэтая ансамбли вельми беражно относятся до беларуской мовы и вельми беражно, с любовью, пропагандуют беларускую песню. Ну а кали говорить про переемность, дек, треба певно сказать, что нам певно не обояково, какое поколение придет на измену, у якие руки достанется тие каштовности, шматвиковые каштовности, які назапашены нашим беларуским народом. У Палацы культуры працавало одразу некольки пляцовок, на яких гості свята могли познаемиться с беларускай спадшиной не тольки Вонкова, але и на некоторый час поглыбиться у тие обрады, які были на нашей земле у минулым. Темой было обрано веселье, тому, что с давнины молодые уступали у шлюб частей за все минавито в осенью, кали скончаны усе сельско-господарчая работы. Кали си у вёсках на пярыды дни веселья усе шлюбные прагатаванни супроводжалися народными песнями, які настроивали у дзенников на отповедный лад. Гастям свята были показаны обрады вянушки и замес караваю. Пасля все жадаючие могли продагустовать каравай, а так само пошаставаться с травами национальной кухни у коржмя госпады непоразки. Была махшымасью вспомнить и народные танцы, больше зато и научиться им. Дарыча фольклорная коллектива Кубрымщины пропагандують народную беларускую культуру не тольки в себе народиме. Летость мы побывали на фестивале, а лент по бору ходите, там по маевой росте, за что вельми удячны Дорофеев и Йоник, якого мы вельми поважаем и любим, Томашу Сулиму, усе ихня родине, усім организаторам этого фестивалю. Вельми приемное уражение, они покинули. И вельми уразило тое, что они ценят, берегут и заховывают свою родную культуру даже лучше, чем мы, беларусы, которые живут на своей этнической территории. Поэтому идея моя еще и такая, чтобы нашу культуру берегут и заховывать еще больше, а даже вернуть в побыт, чтобы она бытовала в Асеродзе. У ГТВ «Росневские дни» два музычные коллективы «Хутор» и «Маланка» с Польши завитали на свято у Кобрын. ГТВ ансамбли вельми бережно относятся до беларусской мовы и с любовью пропагандуют беларускую культуру. У Великой зале Палаца культуры была наладжена концертная программа с их уделом. Разом с нашими крынишкой и буршчином польские сябры дарыли глядашам песни на беларусской мове. Вельми приемно было подшусь у выконании гостей из Польши песню на словы Нины Гороглят, якая народилась и живе на Берастейщине. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Максимально дякуючи таким святам, у нас отримается усвядомить и заховать свою национальную годность.